Тест на внимательность. Продолжим изучать тонкости выбора акварельных кистей. Перед вами две кисти от Рублев, номер 5 из волоса Белки. Чем же они отличаются? Разница на самом деле есть, и она в форме мазка. Первая кисть с наполненной вершинкой, вот такой овальный объемный мазок. Вторая кисть с острой вершинкой, острый вход, объемный мазок, тонкий штрих, все это ей подвластно. Именно такие кисти я предпочитаю в своей работе. Покажу, например, большой кисточки, собирается в иголочку. Кисти с острой и наполненной вершинкой Рублев выпускает также из волос колонка. Именно такой кистью я сейчас работаю. Острая вершинка позволяет достичь точности в нанесении мазков. Натуральный волос берет много воды и краски, поэтому объемные мазки также возможны. Такие кисти самозатачивающиеся. Боковые волоски израбатываются в первую очередь, а вершинка всегда продолжает собираться в иголочку. Многие художники даже не знают, что есть две формы мазка. А многие предпочитают именно кисти с наполненной вершинкой для объемных работ. А для деталей выбирают кисти поменьше. Рублев думает о художниках. Поэтому обращайте внимание на артикулы и выбирайте кисти в соответствии с вашими задачами.